Исламский информационно-образовательный портал islamdak.ru Ключ от рая, который мы держим в руках каждый день. После слов свидетельства веры, шахады, самым важным столпом ислама является намаз, который считается опорой религии. Он также является самым достойным из деяний человека после имана, уверования. Намаз может противостоять нашим душевным страстям, заставляющим забыть Аллаха и отдалить нас от всего греховного. Если мы будем в совершенстве выполнять намаз в полном соответствии с канонами шариата, соблюдая все условия и выполняя все его обязательные части, сунны и адабы, то Всевышний Аллах щедро воздаст нам за это. Всевышний Аллах в Коране говорит, что намаз также оберегает человека от всего непристойного. Смысл? Постоянствуй в совершении намаза, выполняя все его условия и составные части, ведь поистине соблюдение намаза таким образом удерживает совершающего его от мерзких деяний и неодобряемого, всего греховного. Сура Аль-Ан-Кабуд, аят 45. Некоторые могут возразить, ведь многие совершают намаз, но это не удерживает их от совершения греховных деяний. Мы ответим, что причиной этого является неполноценное совершение намаза с недостатками и упущениями. Совершение грехов не отменяет достоинства поклонения, как и поклонение не отменяет опасности грехов. Ведь листки, на которых записано деяние человека в судный день, это журнал, в который занесены его хорошие и плохие деяния. Однако Всевышний Аллах даёт своим рабам тауфик, оказывает им содействие, в отдалении от плохих поступков, если они соблюдают его предписания и постоянно в соответствующих шариату поклонениях. Это и является смыслом слов Аллаха в вышеприведённом аяте из сура Аль-Ан-Кабуд. Поэтому намаз и другие виды поклонения удерживают человека от грехов только в тех случаях, когда выполняются все его требования. А если человек будет в совершенстве выполнять намаз, то он не станет совершать грехи. Если человек в течение дня пять раз смиренно стоит перед Создателем, искренне общаясь с ним, раскаиваясь в своих грехах, стыдясь в своих неправедных поступках, прося о помощи, представляя все тяготы после смерти, то он получает такой духовный заряд, что очень редко впадает в грех. Более того, полноценное совершение пятикратного намаза служит искуплением грехов человека, как об этом говорится в известном хадисе пророка Али-Иссаляту-Ассалям. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передаётся, что он слышал, как посланник Аллаха Али-Иссаляту-Ассалям говорил «Скажите, если бы у дверей дома кого-либо из вас протекала река, и вы купались в ней по пять раз ежедневно, остались бы вы грязными после этого?» Ему ответили «От грязи не осталось бы и следа». Тогда пророк Саллаллаху Али-Иссаляма сказал «А это подобно ежедневным пяти намазам, посредством которых Аллах стирает при грешении». Адис передали имамы Аль-Бухари, Муслим, Аль-Тирмези и Ибн-Имаджи. Этот пример был приведён посланником Аллаха Али-Иссаляту-Ассалям, для того, чтобы показать, что подобно тому, как большое количество воды смывает осязаемую грязь, покрывающую тело и одежду испачкавшегося человека, так и намазы очищают раба от грязи и грехов, не оставляя ни одного из них. Как мы знаем, в этом и других подобных хадисах имеются в виду именно мелкие грехи, поскольку пророк Али-Иссаляту-Ассалям сравнил при грешении с мелкими, бугорками, даран. Стоит отметить, что для того, чтобы Всевышний смыл большие грехи, необходимо совершить истинное покаяние. А в том случае, когда грех так или иначе затрагивает другого человека, загрешившему следует загладить свою вину перед тем, кто пострадал от него. Если человек совершает намаз, выполняя только его обязательные составные части, арканы, его намаз считается выполненным, и этого ему достаточно, однако молящийся не получит полного вознаграждения за намаз, если он не исполнил и желательные действия намаза. Поэтому не следует ограничиваться выполнением только арканов намаза. Необходимо постоянно стараться соблюдать и сунну пророка, следуя ему во всем. Ведь посланник Аллаха, в адисе, который передается от Малика бин Аль-Хувайриса, да будет доволен им Аллах, сказал, «Совершайте намаз так же, как на ваших глазах совершал его я, а когда настанет время намаза, пусть один из вас призовет вас к молитве, огласит Азан, и пусть старший из вас руководит вашей молитвой, станет имамом». Адис передали имамы Аль-Бухари и Муслим. Совершение желательных действий приближает намаз к совершенству, а за их выполнение молящийся получает вознаграждение от Всевышнего Аллаха. Но самой большой наградой для верующих за полноценно совершенный намаз будет рай, Фердаус. Об этом Всевышний Аллах рассказал в Священном Коране, описывая качество истинных верующих, муаминов. Смысл. Те, которые берегут свои намазы, настойчиво исполняют их вовремя и надлежащим образом. Это вот они являются наследниками, которые унаследуют Фердаус, самая верхняя степень рая, и они будут пребывать в нём вечно. Сура Аль-Муаминун, аят из 9 по 11. Люди, описанные такими качествами, больше всех заслуживают рай. Совершая вовремя и надлежащим образом обязательный пятикратный намаз, соблюдая все его условия и исполняя все его составные обязательные части и желательные действия, мы каждый день держим в руках ключ от рая Фердаус.